Вы слушаете канал жаж.клаб, глава 35. Штиль. Все это выглядит так глупо и странно. Раздражает даже. Зачем я только вылезла в это путешествие? Людей и так слишком много в моей жизни, девушка потерла переносицу, глядя на экран. Вот-вот на связь должна была выйти ее университетская подруга и по совместительству неофициальный редактор ее работ, Агата Крузе, Выглядишь еще хуже, чем раньше, экран засветился, и перед ее глазами оказалась миловидная черноволосая девушка с легкой улыбкой на губах. Полагаю, Грымза уже высказала свое «фи», верно, Елизавета перехватила глоток кофе и поведала своей подруге обо всем, что услышала от издателя. Разумеется, девушка не утаила ни одной подробности разговора, вот так вот, МДА. Я уверена, что как только таких вот дамочек, которым только романы с сальными разговорчиками моряков подавай, выпрут с важных постов, мир литературы сразу же станет лучше, покачав головой. Агата поправила очки и вытянула блокнот с пометками, ну а по поводу работы. Могу сказать, что у твоей издательницы не только с фантазией и представлениями о рынке плохо, но еще и с умением читать и понимать образные выражения. Она упустила очень много деталей, которые исказили ее понимание ситуации, а я тебе о чем? Не плод, а лодка, и Рик не был злым, а тут вообще двойники, начала девушка, но подруга мягко ее остановила, я все это прекрасно понимаю. Но и ты пойми, таким вот зазвездившимся старым клушам ничего не втолкуешь. Им кажется хорошим только то, что они, извини за выражение, выкладывают кучкой на бумагу и гордо именуют литературой. И все, что ее на самом деле интересует, это подробности того, как и кто побывал в твоей постели. Мерзко даже. Хуже только этот капитан, который смеет кого-то отчитывать, не разбираясь в ситуации. Не забудь на него жалобу подать, быстро собрав волосы в пучок. Собеседница продолжила, ну а по поводу героини. Тоже не расстраивайся. Сейчас бы еще даже не в четверти из назначенных глав выкладывать, какая у нас там героиня и за что ее любить. Ну и тут на слепость Грымза можно поглядеть. Про раскрытие персонажей такие дамы вообще ничего не слышали. Сказали, хорошая, или плохая, значит хорошая или плохая. Третьего не дано, как и серого. Хуже только с твоим богатым персонажем поступили. Если богатый, значит плохой. Вот просто по умолчанию. И ты считаешь, что мнение таких ограниченных людей хоть чего-то достоит. Погоди еще, она тебе скажет твою героиню сделать писательницей и написать роман в романе. Тогда она совсем дно пробьет. Елизавета тихо рассмеялась, почувствовав себя намного лучше. Общение с подругой во всей этой череде непонятных и странных дней, это, пожалуй, единственное, что могло бы вернуть ей радость жизни и желание писать. Впрочем, это еще не все. Агата умудрялась подавать ей хорошие идеи и в принципе помогала писать. За несколько часов непрерывного общения девушки умудрились сделать больше половины обозначенной издателем работы, ну вот. Теперь даже такому сычу, как я пора на боковую, зевнув, девушка чуть приспустила с нос очки и потерла глаза, ну а по поводу тех глав. Не удаляй их. Думаю, из этого получится отличная история, которую с удовольствием возьмут более продвинутые издательства. Идея-то неплохая, да, пожалуй. Спасибо еще раз, Агата. Я тебе скину все, когда закончу. Доброй ночи, пока-пока. И не раскисай. Простившись с собеседницей, Елизавета потянулась и поднялась, собираясь немного прогуляться по палубе. Снаружи было слегка прохладно, но от этого невероятно приятно и легко. Вздохнув полной грудью, темноволосая медленно побрела по палубе. Может быть Агата и права. Эту работу я закончу отдельно и выпущу уже под своим настоящим именем. Задумавшись, девушка оперлась на перегородку и вновь посмотрела вдаль. Там уже занимался рассвет, а она до сих пор не ложилась. Елизавета Райс. Красивое имя для автора книги. Елизавета Райс. А, почему? Я ведь Резцова. Да ведь, откуда я вообще взяла это? Райс. Ну да, Эдгар Райс, мой дедушка. Из-за него вся семья и переехала жить в Европу. Но почему? Пусть неведомые осознания и настигли бедняжку, однако, к сожалению, девушка не успела ответить самой себе на этот вопрос. Неподалеку послышались шаги. Резко обернувшись, Елизавета увидела перед собой Томаса. Парень улыбался мягкой знакомой улыбкой, которая ей так нравилась, я видел. Продолжение истории читайте на сайте jash.club